МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как граждане соблюдают меры профилактики ковид? Национальное достояние в современных реалиях. Житель Толгарского района автоматизировал сосуд для взбивания кумыса. Полная готовность. Юные теннисисты Талматинской области активно ведут подготовку к республиканским стартам. С 82 до 87% необходимо поднять уровень цифровой грамотности населения. Этот вопрос вошел в круг обсуждаемых тем на селекторном совещании под председательством премьер-министра республики Казахстан Оскара Мамина. В Казахстане до 2025 года реализуется масштабный проект «Цифровое образование». Он нацелен на повышение цифровой грамотности населения, обучение IT-персонала и IT-специалистов в разных областях. В рамках этого проекта планируется обучать более 400 тысяч человек ежегодно. Все государственные органы должны активно участвовать в этом процессе. Все казахстанцы должны работать на цифровых площадках и получать электронные услуги. В этой связи даем следующие поручения. Первое. Обеспечить масштабную реализацию проекта «Цифровое образование». Также необходимо разработать программы по обучению цифровым навыкам, подготовке и переподготовке IT-кадров. Еще одной темой повестки дня стал вопрос о принимаемых мерах по снижению теневой экономики. В стратегическом плане развития Республики Казахстан предусмотрен индикатор по снижению доли теневой экономики КВВП к 2025 году до 20%, отметил министр национальной экономики страны. Основными направлениями государственного плана являются цифровизация, налогово и таможенного администрирование, развитие безналичного расчета, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и совершенствование законодательства. Для дальнейшего снижения теневого производства поручаю первое. Министерству финансов и другим заинтересованным государственным органам провести анализ и внести предложения по устранению незаконных валютных экспортных импортных операций. В этой работе принять участие в Палате предпринимателей «Атамикен». Второе. Министерству финансов необходимо продолжить работу по совершенствованию цифровизации услуг, интеграции информационных систем, контроля товаров на территории Казахстана. Казахстан закупит 1 миллион 200 тысяч ПЦР-тестов на миллиард тенге. Забор материалов на коронавирус будут осуществлять и бригады скорой помощи. Об этом на брифинге в СССР заявил министр здравоохранения Алексей Цой. Он отметил, что тесты поступят в ближайшее время, а их запас будет регулярно пополняться. Самый актуальный вопрос для населения – это тестирование на COVID-19. В Казахстане для этого планируют закупить 20 ПЦР-анализаторов. Это поможет повысить пропускную мощность, оказывает поддержку и социально ответственный бизнес. В рамках спонсорской помощи бизнесменами поставляются лаборатории. В Казахстане сегодня функционирует 46 диагностических лабораторий. Только в городе Нур-Султан их пропускная способность позволяет проводить 10 тысяч тестов в день. Из-за недостаточности мощности лабораторий планируется дополнительно закупить 20 ПЦР-анализаторов до конца августа. Это позволит в 2,5 раза повысить пропускную мощность в Национальном центре экспертизы и увеличить охват населения тестированием на COVID-19. До конца августа в стране дополнительно планируется создать 10 тысяч койкомест в больницах. Это связано с тем, что сейчас их заполняемость составляет 60%. Развернуты их в стационарах, где имеются оснащенные реанимационные отделения и палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. Общее количество функционирующих аппаратов ИВЛ составляет 3294 единицы. За последний месяц закуплено 978 аппаратов. И дополнительно планируется закупить порядка 1 тысячи аппаратов ИВЛ. Миграция коронавирусной инфекции среди населения с каждым днем нарастает. И, возможно, потребуются дополнительные меры, необходимые для разрыва цепи массового распространения. А пока необходимо следовать простым гигиеническим правилам. Мы все хорошо знаем пять золотых правил санитарных норм. Необходимо носить маски, перчатки, мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать посещения мест массового скопления людей, не здороваться, не обниматься при встречах. На практике мы видим, что эти меры не всегда и не везде соблюдаются гражданами. Строгое соблюдение этих норм может сохранить жизнь и здоровье вашим близким. Отметил глава Минздрава и самоотверженный труд медицинских работников, которые в это тяжелое время оставят свои семьи и близких продолжают оказывать помощь пациентам. Карантинные меры недостаточно соблюдаются в Алматинской области. К тому подтверждение статистика. На сегодня в регионе зарегистрировано свыше 700 инфицированных COVID-19. В чем причина стремительного роста количества заболевших, попытался узнать мой коллега Дамир Анитов. Носите маски, перчатки, пользуйтесь антисептиками и соблюдайте соцдистанцию. Эти, казалось бы, прописные истины защиты от пандемии знает каждый. Ежедневно об этом напоминают и СМИ региона. Пропагандистская работа ведется и на просторах интернета. Однако, несмотря на все это, после снятия режима ЧП люди забыли о безопасности и в первую очередь о себе. О мерах защиты от COVID-19, как правило, граждане осведомлены. Они безошибочно называют нормы профилактики. Перчатки носить, антисептики обрабатывать, дома сидеть. Мы должны носить маску, воспользоваться антисептиками. И мы должны сидеть дома. Станция, антисептик. Самое главное – сохранять иммунитет. Сознательным быть. Никто не носит маски. Мы все носим маски, мы живые. Все требования, которые медики предлагают населению, надо выполнять это все. И тогда все будет нормально. Почти 80% опрошенных маски имелись. Только вот носит их каждый по-своему. Не соблюдается и социальная дистанция. Все это привело к новому всплеску заражения. Санитарные врачи региона призывают не быть самонадеянными. Этот вирус – самое страшное, что случалось с человечеством за последние годы. Соблюдая карантинные меры, вы обезопасите не только себя, но и ваших близких. Дамир Анитов, Нуржан Муканов, Телеканал ЖИЦУ. Мы работаем ради вас. Сегодня врачи отмечают увеличение потока пациентов с симптомами ОРВИ. Поликлиники продолжают работу с соблюдением строгих мер безопасности. Но ситуация сложилась непростая. Напуганные пациенты стремятся вызвать скорую помощь или попасть на прием к специалистам, подозревая у себя COVID-19. Руководство Талдыкурганской поликлиники просит горожан отнестись с пониманием к эпидемиологической ситуации и сохранять спокойствие. Все больные, которые имеют катаральные явления или пневмонию, расцениваются как потенциально зараженные COVID-19. Если вдруг вы почувствовали недомогание, боли в горле, першение, кашель, насморк, жидкий стул, то если это все протекает в легкой форме, то паниковать не нужно. Нужно связаться со своим участковым терапевтом, и она порекомендует лечение. К великой радости COVID-инфекция тоже протекает, как правило, в легкой форме. И только 20% протекает в тяжелой форме. Если у вас температура ближется к 40 градусам, если она не снижается приемом жаропонижающих средств, то, конечно, тогда вы обращаетесь в скорую помощь. От ремесла к инновациям. Предприниматель из Толгарского района автоматизировал сосуд для взбивания кумыса. И сейчас этот товар пользуется спросом у производителей целебного напитка. Благодаря помощи государства предприниматель расширяет производство. Возможностями программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства ЕМБЕК воспользовались и другие ремесленники региона. Жители села Турар-Рускулов, Кадарбек-Бегембетов с сыном Даулетом продолжают дело своих предков. Из натурального сырья они делают кубы – сосуд для хранения и взбалтывания кобылевого молока. Наши предки занимались деревообрабатывающим ремеслом. Это кубы с вековой историей. Он стал для нас образцом для создания таких же сосудов. Мы улучшили его, дополнив крышкой и специально с модернизированной палкой. Для удобного использования приделали ручки к бочкам. Затем мы начали делать и объемные сосуды – до 100 литров. В этих сосудах кумыз необходимо регулярно взбалтывать по несколько часов. Качество напитка зависит от перемешивания. Чем чаще взбалтывать, тем вкуснее. Учитывая трудоемкость приготовления кумыза, сын Кадырбека Бегимбетова решил автоматизировать кубы. Придумал свой механизм работы. Сейчас мы используем моторы с мощностью 3 киловатта. При большом объеме кобылевого молока можно установить этот аппарат. Сюда можно поставить сразу 3,50 или 100 литровых кубы. И они одновременно могут работать. Наши предки за один раз взбалтывали молоко как минимум две тысячи раз. Хобби в бизнес превратил и другой житель Талгара. В семье Умрбека Яроселова не было мастеров, прославившихся резьбой по дереву. В своем роду он первый, кто решил возрождать и культивировать традиционную казахскую деревянную утварь. Национальные изделия пользуются большим спросом. Поэтому мастеру нужно было открыть цех и приобрести необходимое оборудование. Собственных средств не было. Тогда он обратился в центр занятости. Там получил сертификат и по направлению центра занятости Талгарского района. Из фонда поддержка сельскохозяйства получил 6 миллионов тенге под 6%. И закупил весь оборудование, что надо производству. Не сожалею, это хорошая возможность для развития. И советую всем открыть свое дело. Мы всегда готовы научить. В любимое дело Умрбек привлек и своих родных. Теперь племянники и сыновья тоже учатся самостоятельно делать экологически чистые изделия из дерева. По словам мастера, у них получается неплохо. Как утверждает руководитель центра занятости Райханжу Лимбетова, благодаря программе «Янбек» многие жители Талгарского района смогли создать свое собственное дело. По Талгарскому району в этом году мы должны охватить около 3000 человек по этой программе. В данное время к нам обратились 2983 человека. Из них направлены на общественные работы 900 человек. На переподготовку 119 человек уже учатся. Также у нас идет второе направление программы – это получение кредитов и грантов для безработного населения. Гранты получили у нас 40 человек уже по 200 МРП, это по 550 тысяч деньги, открыли собственное дело. Также получили кредиты 18 человек на 53 миллиона. Тоже сейчас они начали свое дело и продолжают создавать рабочие места. Альтернативные источники энергии из подручных средств создают народные умельцы из Приораля, сообщает корреспондент Хабар-24. Двигатель, способный работать без вмешательства человека, собрал 30-летний житель Козлорды Марат Палмахов. Уникальность изобретения в его малозатратности и практичности. Установка способна вырабатывать электроэнергию, достаточную для целого производства. Идея собрать установку зародилась у Марата Палмахова 5 лет назад. Программист сменил привычную компьютерную мышку на карандаши, схемы и сложные формулы. Немного терпения и конструкция, работающая от полулитра воды, стала реальностью. Свою ноу-хау местный Кулибин планирует запатентовать и приступить к созданию новой конструкции. Она, говорит изобретатель, сможет бороться с загрязнением воздуха в крупных городах страны. В Шимкенте дом стал предметом судебного разбирательства. Местный житель заручился поддержкой родственников, когда брал долг. А чтобы убедить своих кредиторов в платежеспособности, мошенник-подзолок отдал документы на дом своих родственников. Правда, не предупредил, что это не просто залог о оформлении сделки купли-продажи. О том, что дом им больше не принадлежит, люди узнали в суде, где решался вопрос об их выселении, сообщает ОТРАР-ТВ. Суд первой инстанции признал договор незаконным и отменил сделку. Но новые владельцы подали на апелляцию. И там сделку признали законной. А потом судебный исполнитель пришел исполнить решение суда. Люди, которые когда-то решили сделать доброе дело и помочь своему родственнику, сейчас намерены обратиться в Верховный суд. Необычную картину застали жители поселка Карауба Саракольского района Кустанайской области. К ним во двор наведалась лебединая пара, передает Аллау Кизет. Жительница поселка Динара Нурпийсова рассказала, что пернатые гости пришли к ним сегодня утром. Девушка успела снять происходящее на видео. Она рассказывает, что лебеди живут недалеко в озере и впервые изобрели на территорию семей Нурпийсовых. В продолжении выпуска актуальные международные события. Песочная скульптура главного борца с коронавирусом. В Тайпе проходит ежегодный фестиваль скульптур из песка. В этом году одним из персонажей, достоившихся собственной песочной скульптуры, стал министр здравоохранения, получивший признание соотечественником за руководство с борьбой коронавирусной инфекцией. На открытии скульптуры присутствовали члены правительства Тайваня. Героическое лицо министра здравоохранения предстало публике после торжественного снятия с него медицинской маски. Более 10 миллионов 300 тысяч случаев коронавируса зафиксировано во всем мире. Всемирная организация здравоохранения призывает к максимальной осторожности, заявляя, что эпидемия в самом разгаре. И цифры заболевших таковы, что говорить об окончании мобилизации против коронавируса не приходится. В США, где количество зараженных приближается к 2 миллионам 700 тысячам человек, власти ряда штатов, расположенных на побережье, намерены закрыть пляжи на грядущие выходные, когда в Америке отмечается День независимости. Быстрее всего инфекция распространяется там, где, как полагают специалисты, меры изоляции были сняты раньше, чем это позволяло сделать эпидемиологическая обстановка. Эстонские художники открыли выставку в затопленной тюрьме. Экспозиция находится на затопленном известняковом Карелии возле поселка Руму. В советские годы здесь находилась тюрьма. После распада СССР спрос на известняк упал, и насосы, откачивающие отсюда воду, были остановлены. В результате бывшая колония карьера и росший в них лес затопила. Место быстро полюбили дайверы. В общей сложности под водой установили 6 арт-объектов. Все они находятся в разных местах и на разной глубине. Поэтому посмотреть все за одно погружение, возможно, не получится. Кроме того, освещенность и погода все время меняются, из-за чего стеклянные скульптуры всегда выглядят по-разному. Обзор зарубежных новостей подготовил Алексей Цой по материалам интернет-ресурсов. А теперь немного о спорте. Воспитанники специализированы детско-юношеской спортивной школы по игровым видам. Спорт готовится к республиканскому чемпионату. По плану он должен пройти осенью. От Алматинской области в основной и квалификационной сетке будут выступать юные, но уже перспективные спортсмены. Тренируются ребята на четырех уличных кортах теннисного центра ЖТСУ, где созданы все необходимые условия для подготовки к крупнейшим турнирам. Занятия проходят в прежнем режиме каждый день, но с соблюдением жестких санитарных норм и под наблюдением врача. С более младшими детьми мы работаем больше, конечно же, с технической стороны, потому что им нужно ставить технику, технику выполнения ударов, техника подхода, все прочее. А с более старшими детьми уже более тактически мы работаем, но технику при этом не отпускаем. Нужно очень хорошо дружить с головой, потому что если ты не будешь думать на корте, какая бы у тебя техника ни была, ты просто не справишься с более умным соперником. Поэтому недаром теннис называют шахматами на корте. Девятилетняя Зири Жуманбай – перспективная теннисистка. Ракетку в руки взяла три года назад. По словам тренеров, у нее большое будущее. Сама Зири мечтает стать чемпионкой Казахстана. Мне большой теннис очень нравится. Ежедневно мы отрабатываем технику выполнения ударов, подачу. Также каждый раз соревнуемся друг с другом. Моя цель – стать чемпионкой Казахстана. Я уже становилась призеркой чемпионата страны в дисциплине «Рэдбол». Заняла третье место. Чтобы победить, я старалась. Делала разножку, бегала и движениями обманывала соперника. Сейчас под руководством пяти тренеров секцию тенниса посещают 15 групп. Среди них немало перспективных ребят. Но, как отмечают наставники, нельзя заострять внимание только на талантливых детях. Ведь у многих еще не раскрыт весь потенциал. В сентябре этого года пройдет очередной набор в секцию. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин